В последние минуты 24 часа самые напряженные художники, которые целые сутки трудились над созданием комиксов, судорожно заканчивают работы. Справиться с заданием удалось только трем из 12. Полина Салий одна из них и единственный профессионал. Девушка учится на пятом курсе художественного училища. Для кого-то это, наверное, искусство, но лично для меня, то, что сейчас я делаю, это больше баловство. В ее стране комиксы – это искусство, причем вполне серьезное и популярное. Представитель французского посольства Ингрид Фермин рассказывает, у них истории в картинках рисуют, покупают и даже защищают по ним диссертации. И в школах, и в лицах есть специальные отделения, специальности, где можно заниматься комиксами. Есть и художественные отделения в вузах, которые готовят именно по этому виду искусство. Увидел ножки, подкрался сзади, схватил за попу, получил брожу, примочку прикладывает, а дальше что? Ему такого искусства не понять, признается Павел Москаев. Председатель Саратовского отделения Союза художников оценить угловатые старания молодых коллег не смог. Говорит, русскому менталитету этот жанр чужд. Вот во Франции учат комиксами, ну и что, и пусть учат. А у нас в России учат иконописанию. И многие художники становятся такими известными иконописцами. А у них не учат. Пусть они у нас берут опыт. Им это не надо. А насколько нам комиксы нужны, я тоже не знаю. Кстати, научиться рисовать комиксы несложно. В сети есть множество мастер-классов. Так, попробуем. Последовательно несколько линий, и вот получилась мультяшка. Но я первый раз рисую. Если потренироваться, наверное, получится и лучше. Но чтобы ваше творение признали предметом искусства, нужна своя идея и, наверное, другая страна. Ксения Крикосова, Валерий Богословский, Алексей Чудин. Новости телеобъектив. Новости телеобъектив. Новости телеобъектив. Продолжение следует...